У Витаса была песня, которая для Димаша, ну, по сути дела, такой разогревочный материал. Ты говоришь о диапазоне, все говорят о диапазоне Димаша. Очевидно, что человек работает с максимальной отдачей и ответственностью за то, какой у него дар. Добрый день, я Вадим Дергачев, ведущий канала Дергачев Инсайт. И сегодня у нас новая рубрика, продолжение новой рубрики Дергачев Обзор. Судя по тому обзору, который мы записали месяц назад, речь шла о Грэмми и Монбека, интерес новой рубрики большой. 15 тысяч человек уже посмотрело этот обзор, поэтому хочу вам сказать, господа, что и дамы, и неопределившиеся, кстати, А что теперь мы будем выходить каждое воскресенье в 21.00 с новой рубрикой Дергачев Обзор. Что еще? Сегодняшний обзор будет посвящен творчеству Димаша Кудайбергена. В этом нам поможет наш музыкальный эксперт, композитор Тимур Тлеухан, с которым мы уже говорили о Димаше. Это получилось спонтанно, эмоционально, в рамках интервью, которое Тимур нам давал, когда он вдруг начал восхищаться творчеством и голосом Димаша. И я захотел просто, чтобы это немножко мы расширили, чтобы мы немножко это развернули. Поэтому Тимур Тлеухан, известный композитор, который пишет камерную инструментальную музыку, премьеры которого проходят в мировых центрах, его играют виртуозы Вены, Москвы, Лондона. И вот сейчас мы Тимура Тлеухана спросим, собственно, в чем особенность, в чем на самом деле цимус вот этого самого творчества Димаша. Тима, но прежде чем мы заговорим о Димаше, знаешь, я не могу не отметить, что люди на самом деле тобой интересуются как глубиной твоего воздействия вообще на окружающий мир, так и твоим внешним видом. Потому что у нас есть ТикТок, мы его недавно открыли, и там замечательный человек написал, а вот это вот что такое за секта, я имею в виду прическу. То есть я бы на самом деле на такой вопрос не стал отвечать, но у меня нету на самом деле и такой прически, как у тебя. То есть про прическу сначала скажешь? У нас есть на это время? Есть. Ну, я не знаю, я его прическу должен посмотреть, в принципе, чтобы понять направление развития человека, которого такие вещи, наверное, интересуют, на первом плане стоят. У меня заботы и круг интересов намного больше. А прическа, ну, она удобная, для лысеющего человека, потом она отвечает каким-то моим внутренним потребностям. Мне это комфортно в целом. Супер, спасибо. Значит, следующий вопрос, вернее, переходим непосредственно к вопросу, но перед этим я хочу попросить, пожалуйста, для того, чтобы не пропустить рубрику «Дергачев обзор», подписывайтесь на наш канал. В воскресенье 21.00 каждый раз будет выходить этот обзор. Тимур, давай все-таки поговорим, а вот знаешь о чем? Есть шкала некая, да? То есть шкала от басов до контртенора. Вот в этой шкале Димаш занимает самую верхнюю позицию, как я вот, как профан, ну, могу судить. Вот как это так вообще состоялось и насколько это редко встречается в природе? Ты говоришь о диапазоне. Все говорят о диапазоне Димаша, о том, что вот уникальный такой каприз причуда природы так сплелась в одном человеке, дала такие задатки, которые в умелом, в умелой среде, да, в нужной среде они развились до тех пределов, которые мы сейчас говорим. Все говорят об одном и том же. Ах, 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 диапазон какой супер. Я смотрю на это все немножко со стороны, сбоку, скажем, для меня Димаш это комплекс целый, уникальных качеств. И это надо рассматривать явление. Насколько часто это встречается на такой вопрос, никто не ответит, поскольку никто не делал, как говорится, замеров, да, со всеми жителями Земли. Есть, наверное, самородки, которые, возможно, и не уступят в диапазоне, но здесь действительно комплекс того, обстоятельств, которые сработали на то, чтобы мы увидели максимум этих возможностей, да, заключенных в теле одного человека. И о Димаше нужно говорить как о явлении музыкального мира, потому что... Не как о природном явлении. Ну, ради бога, я тут разницы, в принципе, не вижу. Дело в том, что именно сочетание вот этих уникальных качеств дает нам вот этот возможность. То есть, в первую очередь, то есть его голос и эти возможности, это прежде всего музыкальный инструмент. Вот про музыкальный инструмент можно говорить что угодно, что это диапазон, что там очень богатые краски и так далее, и так далее. Но нужно тут же смотреть, как этим инструментом пользоваться. Вот что толку тебе дай, ну, не знаю, Гварнери Дель Джезу, да, на которой Пагани не играл. Толку от этого будет не очень много. Никакого. А если ее возьмет в руки Леонид Коган, то это получится просто фантастика, да? Так и с Димашем ровно такая же ситуация. То есть, как музыкальный инструмент, его голос, это действительно что-то невероятное. Особенно, когда сейчас вот мы просто визуально же связываем все это, да? И когда я вот понимаю, что вот из одного источника звука извлекается то, что должно быть у нескольких людей, как минимум. Вот этот визуальный диссонанс, скажем, да, он и парадокс, он и шокирует больше всего первое время, когда смотришь. Потом понимаешь, да. То есть, как этим инструментом пользуется сам музыкант, сам исполнитель, да, мыслитель. Какие он себе задачи ставит творческие в голове, как он их решает. Вот за этим процессом безумно интересно наблюдать. По крайней мере, для меня вот этот вызов, который ставит Димаш перед собой в каждом новом произведении, да, и как он его преодолевает, какие средства находит, это, пожалуй, самый познавательный такой процесс. Было бы клево, как говорится, всю жизнь использовать одни и те же приемы, но я вижу то, что постоянно идет обращение к каким-то именно шагам в направлении, в развитии себя как композитора. То есть, этому инструменту нужен соответствующий ментальный композиторский аппарат. И вот это направление я вижу. А учитывая то, в каком интенсивном режиме сегодня живет Димаш, меня вот это вот как раз восхищает. И это на самом деле должно всех восхищать. На первом месте должно стоять, как в таком жестком цитноте, и при том, что количество обязательств все время увеличивается, да, находится вот этот стержень, который позволяет на первое место поставить долг музыканта, работу свою, долг перед педагогами, перед этим инструментом, да, ну, перед родителями, банальности все эти, и так понятно. Но здесь совершенно очевидно, что человек работает с максимальной отдачей и ответственностью за то, какой у него дар есть. Что такое прогресс исполнителя? Бывает ли вообще прогресс? То есть, как вот понять, что человек развивается и движется вверх? Вот для тебя, как для музыканта и композитора, как это очевидно? Можешь немножко вот рассказать нам, как ты это видишь? Ну, во-первых, каждая песня у Димаша, это не просто исполнил две музыкальные фразы, да, припев и запев. Не просто так. Да, там красок добавил, какую-то позу принял и так далее. Идет постоянное развитие материала, развертывание, да, внутри вот этой короткой пьесы. Назовем его так. То есть, он подходит к исполнению любой песни именно как к непрерывному драматургическому действу. Проживает ее? Проживает можно и Чижик-Пыжик, где ты был. Тоже можно проживать. Но здесь мы видим, как материал движется, развивается. Не только голосовой. Весь вместе, целиком, в комплексе. И вот в этом процессе очень важно искать действительно новые краски, приемы. По крайней мере, пытаться не повториться хотя бы. Потому что, правда, большой искусств использовать исключительно инструментальные приемы. А здесь я вижу, что идет одновременная работа над всем музыкальным материалом. И голос в этом случае часть его. И в этом виден там вклад Димаша, как исполнителя, я вижу, что он от этого процесса в стороне не стоит. Он влияет на нее, на этот процесс. Причем активно влияет и вносит. И ему, ну, везет с партнерами, которые работают вместе с ним над этим материалом. Ну, про Ирлана Бекчурина, наверное, говорить излишне. Потому что это исключительно одаренный музыкант. Ну, потому что все и так очевидно, что там минимум банальности. То есть, если они нужны как необходимость для построения материала, то он этим пользуется. Там всегда идет развитие. Всегда идет развитие. Это когда я просто впервые отстраненно увидел, услышал. Вот эту совместную работу, по сути дела. И, по-моему, Димаш где-то оговаривался, что он в этом процессе действительно активно участвует. Не пускает на самотек. То есть, ему важно, что то, что представляет ум, эта работа должна быть сделана на высоком уровне, с высоким качеством. И здесь вот этот симбиоз того, кто еще пишет остальную музыкальную ткань, он дает максимальную отдачу. Я вижу, как этот материал живет, развивается, понимаете, не стоит на месте. Есть разница между стилями, например, ну, допустим, Крутого, там сразу слышно, Бекчурина, сразу слышно, там Рената Гайсина, тоже сразу слышно. У каждого есть свои плюсики, минусики. Но Димаш задает настолько высокую планку, что получает отклик. Смотри, он поет по-русски, по-казахски, по-английски. То есть, когда он обращается еще и к языковой культуре, когда он воспроизводит язык, вот что ты слышишь? Если честно, здесь для исполнителя, для вокального исполнителя высокого класса разницы лингвистической не существует. Она существует только в виде каких-то артикуляционных особенностей. Вот и все. Там прононс, какое-то произношение, работают какие-то другие мышцы, участки голосового аппарата. Как правило, вокалисты понимают, о чем поют, высокого уровня. То есть, в принципе, не очень сложно разобраться в тексте, вообще не сложно. Тем более, когда традиция веками складывалась, и понятно, о чем там поется, в Тоске или в Ромео, ну, неважно где, короче. То есть, сейчас английский язык, тем более, у всех в подкорке практически сидит. То есть, я не вижу... Ты не чувствуешь разницы, когда он поет по-казахски или когда он поет по-английски? Эмоциональная разница. А здесь именно в случае с казахским языком, конечно, есть. Конечно, есть. Потому что, когда человек рожден с определенным лингвистическим менталитетом, то, понятно, эмоции все-таки выражаются несколько ярче. Иначе они глубже и сильнее воздействуют. Очевидно, так устроен наш аппарат. Нейро, я не знаю, какой-то ментальный аппарат, который вот это всем этим управляет. Разница видна. И мы видим по комментариям каким-то, что людям далеким от казахской культуры, от нашего языка, да, им исполнение казахского материала, ну, нравится, если не больше, ну, как минимум не меньше. Как минимум не меньше. Потому что они вот этот вот... Пробивает. Маленький, да, вот этот вот чувственный квантовый скачок, переход на другой уровень, они всегда ощущают, человек, существо эмоциональное, информационное. Скажи, пожалуйста, вот не прекращаются все равно сравнения с Витасом, хотя, казалось бы, уже, ну, пора уже от этого отойти. То есть, когда это была эта песня Витаса, которую Димаш в Китае исполнял. Но, тем не менее, вот на твой взгляд, все-таки есть что-то общее между этими двумя исполнителями? Ну, хотя бы, исходя из языкового диапазона. Вот почему... Звукового диапазона. Да, да, звукового, да, извини. А почему Витас все время всплывает, когда разговор идет о Димаше? У Витаса была песня, которая для Димаша, ну, по сути дела, такой разогревочный материал. То есть, ну, если бы исполнителя с такой же песней звали по-другому, ну, он бы взял другую песню. Это даже не челлендж. Это, в принципе, ну, как в музыкальной школе, упражнение для беглости пальцев. И, в принципе, нужно было, наверное, показать какую-то разницу. Ну, что и блестяще было продемонстрировано. Я не думаю, что целью было там уязвить самолюбие команды Витаса и что-то лично имеет Димаш против Витаса. Я думаю, что не в этом дело. Материал был подходящий, его использовали. Он ассоциируется с именем этого исполнителя. Там песня была написана для него. Но я думаю, что это очень простая ситуация. Сравнивать их возможно или нет? Да можно сравнивать тебя со мной в плане физики или чего угодно. То есть, здесь мы ставим такую-то оценку, здесь мы ставим такую-то оценку. Сравнивать можно ради бога. Тем более, в интернете люди, как правило, вообще не заморачиваются. Не проводят там аналогии. И самый лучший аргумент, ну я так думаю, ну я так считаю, да. А уровень компетенции, он просто... Хорошо, ты как считаешь? Мне совершенно все равно, сравнивают их или нет. Если вам это нравится, делать ради бога. Но послушайте, вот люди, допустим, даже в футбол по-разному играют, да. И вот как оценить там вклад, как выяснить там, кто круче, там Марадона или Пеле, да, или Месси, или Рональду. Каждый выполняет вот свой функционал на максимум возможностей. У Димаша возможностей больше просто. Вот моя такая простая, сухая оценка. Я не понимаю, чему ты смеешься. Нет, я очень рад, что твоя оценка совпадает с моей. Субтитры сделал DimaTorzok